Сегодня на уроке мы поговорим об отрасли, которую образно называют кровеносной системой экономики. Без нее не было бы и географии, как науки, поскольку она сокращает расстояние и делает доступными самые отдаленные уголки нашей планеты. Тема нашего учебного занятия – мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Наряду с промышленностью и сельским хозяйством транспорт является третьей важнейшей отраслью материального производства. В прошлом ведущая роль в экономике и в целом в обеспечении жизнедеятельности общества принадлежала гужевому и водным видам транспорта. С конца 19 века лидерство перешло к железнодорожному. Это обеспечило возможность перевоза крупных объемов сырья, материалов и готовых изделий, способствовало развитию многих отраслей промышленности, черной металлургии и машиностроения, значительно расширило рынок сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции. С появлением автомобильного транспорта в начале 20 века начинается очередной этап промышленного развития, характерной чертой которого стало углубление внутриотраслевой специализации, широкое развитие кооперационных связей. Возникли отрасли промышленности, производящие необходимые для автомобилестроения и дорожного строительства материалы и полуфабрикаты. Развитие железнодорожного и автомобильного транспорта значительно увеличило подвижность населения, что в свою очередь повлияло на ускорение процесса урбанизации. В 20 веке было освоено воздушное пространство. В странах, где развивалось авиастроение – СССР, США, Франция, Германия и другие, а также в наиболее крупных по территории государствах начала формироваться сеть авиалиний. Трубопроводный транспорт Активное строительство магистральных нефти и газопроводов началось только во второй половине 20 века. Развитие электронного вида транспорта связано с внедрением в нашу жизнь современных технологий, поэтому его активное использование приходится уже на начало 21 века. В настоящее время главными видами транспорта являются автомобильный, железнодорожный, внутренний водный, речной и озерный, морской, воздушный и трубопроводный. Соответственно, современная мировая сеть путей сообщения включает в себя автомобильные и гужевые дороги, железные дороги, водные пути, реки, каналы и водохранилища, трубопроводы, авиалинии, морские пути. Современная транспортная сеть мира превышает 40 миллионов километров. Транспортная система — совокупность взаимосвязанных местных, региональных и национальных транспортных систем. А транспортный узел — это географический пункт, в котором сходятся разные виды транспорта — железнодорожный, водный, шоссейный, воздушный, городской и другие. И происходит взаимная передача пассажиров и грузов с одного вида транспорта на другой. При хорошей организации транспортные узлы — это стройно работающие системы, где каждая часть — отлаженный механизм, взаимодействующий со всеми остальными элементами. Железнодорожный транспорт — это вид транспорта, осуществляющий перевозки грузов и пассажиров по рельсовым путям в вагонах с помощью локомотивной или моторвагонной тяги. Мировая железнодорожная сеть в основном сложилась еще к началу 20 века. В настоящее время ее протяженность составляет около 12 миллионов километров. Железные дороги имеются в 140 странах мира. Более половины из общей длины располагается на территории всего 10 стран. Среди них США, Россия, Канада, Индия, Китай, Австралия, Аргентина, Франция, ФРГ и Бразилия. Видим, что, как правило, эти страны имеют большую площадь. Важной характеристикой дорожной сети является ее густота. Густота транспортной сети — это протяженность дорог, приходящихся на единицу площади. Наибольшую густоту железной дороги имеют европейские страны. Средний показатель 100 километров на 1000 квадратных километров площади. На первом месте по этому показателю Бельгия — 100 километров на 100 квадратных километров площади. В России этот показатель примерно 5 километров, а в странах Африки — 2,7 километра. Одна из разновидностей водного транспорта — речной. Он один из самых древних. Задолго до того, как человек научился использовать мускульную силу животных — гужевой транспорт, он уже умел транспортировать грузы по течению рек. Отличается низкой скоростью, но для перевозки крупногабаритных массовых грузов незаменим. Песок, лес, руда — вот главные товары для речного транспорта. Наиболее развит этот транспорт в США, Китае, России и ФРГ. Морской транспорт в мировой транспортной системе занимает особое место, специализируясь в основном на внешнеторговых перевозках и являясь в этой области практически безальтернативным, морской транспорт — залог бесперебойного функционирования мирового хозяйства, углубления международного разделения труда. В целом судоходство обеспечивает транспортными услугами около 80% международных экономических связей. В отличие от наземного транспорта, территориальные особенности которого определяются сетью путей сообщения, географию морского транспорта определяет сеть портов, морских каналов и проливов. В настоящее время в наибольшей степени освоена акватория Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Морское судоходство в Северном Ледовитом океане в силу сложной ледовой обстановки затруднено. В Атлантическом океане важнейшими направлениями морского судоходства являются трассы между европейскими странами и Северной Америкой, между европейскими странами и странами Южной Америки, между странами Южной Америки и Северной Америки, между странами Западной Африки и странами Европы и Северной Америки. Кроме того, через акваторию Атлантики проходят транзитные пути, связывающие страны Атлантического бассейна со странами бассейнов Индийского и Тихого океанов, через Суэцкий и Панамский каналы и Южное побережье Африки. В Тихоокеанском бассейне основные морские перевозки идут по трассам, соединяющим страны Восточной и Юго-Восточной Азии с Северной Америкой, с Австралией и странами Латинской Америки. Страны Тихоокеанского побережья и странами Латинской Америки, страны Тихоокеанского побережья Америки. Через Панамский канал осуществляются морские перевозки из стран Восточной Азии и стран Тихоокеанского бассейна в Атлантику. По интенсивности морских перевозок Индийский океан заметно уступает Атлантическому и Тихому. Однако именно здесь, в зоне Персидского залива, зарождаются мощные грузопотоки нефти, которые идут в Атлантику, огибая Южное побережье Африки и через Суэцкий канал, и в Восточную и Юго-Восточную Азию. Важнейшее место в акватории Индийского океана занимают транзитные направления, соединяющие страны бассейнов Тихого и Атлантического океанов. В структуре торгового флота преобладают нефтеналивные и навалочные суда, способные перевозить крупные объемы нефтяных и массовых грузов, уголь, руда и другое. В последние десятилетия развиваются контейнерные перевозки. Крупнейшими портами мира являются Шанхай, Китай, Сингапур, Роттердам, Нидерланды, Гонконг, Антверпен, Бельгия, Йокогама, Кобе, Тиба, Нагоя, Япония. Развитие морского торгового флота характеризует суммарный тоннаж судов. Список стран-лидеров – Либерия, Панама, Япония, Греция, США. Либерия и Панама в одной группе с США и Японией? Дело в том, что примерно треть судов мирового флота ходят под так называемыми удобными флагами. Удобный флаг – дешевый флаг. Режим наибольшего благоприятствия и понижения ставки денежных сборов в большинстве портов мира для некоторых стран и судов, которые ходят под флагами этих стран. А как практически все государства, предоставляющие свой удобный флаг, не имели конфликтов, в особенности военных, с большинством существующих государств в течение большого исторического промежутка времени. Автомобильный транспорт появился в конце 19 века, но активно развивался уже в 20-м. Ему нет равных по маневренности. Это единственный транспорт, доставляющий грузы с достаточно высокой скоростью от порога к порогу. Автодороги, в отличие от железнодорожных магистралей, легче и дешевле построить, однако автотранспорт – это один из самых главных загрязнителей воздуха на планете. Особенно ощутимо это в крупных городах, где автомобили – чуть ли не главный вид транспорта. На регионы-лидеры приходится 80% всего автомобильного парка и около трети всей протяженности дорожной сети. И это Северная Америка, Западная Америка, Япония. Трубопроводный транспорт является специфичным грузовым видом транспорта. Грузы, перевозимые им, нефть, газ, нефтепродукты – это один из самых молодых видов транспорта. Наибольшая протяженность трубопроводов в России, США, Канаде. Воздушный транспорт появился в 20-е годы XX века. Самый скоростной – средняя скорость 700 км в час, но и самый дорогой вид транспорта. Поэтому воздушный транспорт в основном используется для перевозки пассажиров и срочных скоропортящихся грузов. В мире более 50 тысяч аэропортов в самых разных уголках земного шара. Самым крупным самолетным парком и протяженностью воздушных линий обладают США, Канада, Австралия, Россия, ФРГ. Связь. Трудно представить современное мировое хозяйство только как обмен товарами, грузами и ресурсами. Экономика сегодня не может функционировать без распространения экономической информации с помощью систем связи. С XIX века это радио, телефонная, телеграфная связь. В настоящее время все большее развитие получают ее современные виды – оптоволоконная, космическая и их разновидности, радиотелефонная и интернет-связь. В мире стремительно растет количество пользователей мобильных телефонов и электронной почты. Получили распространение интернет-магазины и интернет-биржи. Это позволяет резко сократить время передачи и обработки экономической и финансовой информации. Основным показателем работы транспорта, кроме тех, что прозвучали, является грузооборот и пассажирооборот. Грузооборот – это экономический показатель работы транспорта, показатель объема перевозок грузов, равный произведению массы перевозимого за определенное время груза на расстоянии перевозки. Грузооборот измеряется в тонн на километрах. Например, если разные суда перевезли в течение года 5 миллионов тонн груза на среднее расстояние 150 километров, то годовой грузооборот составляет 5 умножить на 150, то есть 750 миллионов тонн на километрах. Пассажирооборот – показатель отражения объема перевозок пассажиров исчисляется как произведение количества пассажиров на расстоянии перевозок по каждому виду транспорта, измеряется в пассажирокилометрах. Этот термин более показателен для оценки эффективности того или иного транспорта, чем количество перевезенных пассажиров, но не дает понимания о скорости перевозки и ее прибыльности. Роль транспорта в мировом хозяйстве огромна. Его работа осуществляет важнейшие хозяйственные процессы, перемещая в пространстве товары людей и информацию. Мировое хозяйство начало формироваться вместе с появлением современных видов транспорта и развивается вместе с его развитием и совершенствованием. Мировая транспортная система полностью сформировалась в 20 веке. В нее вошли вся существующая инфраструктура путей сообщения, транспортные средства, транспортные предприятия и управление транспортом. Инфраструктура состоит из транспортных сетей, железные дороги, автомобильные дороги, все водные пути, воздушные коридоры, каналы, трубопроводы, тоннели и мосты. И транспортных узлов, порты, аэропорты, железнодорожные станции, вокзалы, остановки. Все транспортные средства входят в вид наземного, водного и воздушного транспорта. Управление транспортом подразумевает диспетчерское управление полетами, сигналы светофора, управление стрелками на железнодорожных путях и другое. В конце прошлого века начали создаваться транспортные коридоры, которые проходят через территорию нескольких стран и объединяют несколько видов транспорта. Важнейшим открытием стало изобретение контейнера и формирование контейнерной системы с последующим появлением нового вида транспорта, контейнеровоза и строительством каналов, в которых осуществляется перегрузка товаров. На сегодняшний день порядка 90% штучного груза по всему миру перевозится именно в контейнерах. Мировая транспортная система находится в постоянном развитии. На нынешнем этапе большое значение имеют информационные и инновационные технологии. Основными направлениями сейчас являются увеличение скорости передвижения, повышение безопасности движения, увеличение как пропускной способности транспортных путей, так и грузоподъемности транспортных средств, а также разработка и внедрения новых видов транспорта. На протяжении истории всего мира важную роль в экономике играли способы сообщения людей между собой и перевозки различных грузов на дальнее расстояние. В связи с этим все более развитыми становились транспортные сети и все более разнообразнее становились виды транспорта, с помощью которых можно было быстрее перевозить большие грузы и большее количество пассажиров, чем раньше.